Ай 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 Госпожа Мэйр, с чего начнем? О, ради Бога! Только не госпожа. Все зовут меня Голда. Как вам угодно. С чего начнём, Голда? Я даже не знаю. Так было много всякого у меня в жизни, огромного и пустяковых мелочей, наверное, как и в каждой жизни. Вот с пустяковых мелочей начнём. Они самое интересное, а порой и самое важное. Что вы больше всего любили в детстве? Сказки. Я больше всего любила сказки. Понимаете, там всегда всё так хорошо кончается. Сперва всё плохо, всякие злобные чудовища не дают людям жить спокойно, а потом раз, приходит добрая фея, взмахивает волшебной палочкой, и все счастливы. Ну, тогда начинаем сказку. Жила была маленькая девочка. Где она жила? В некотором царстве, в некотором государстве. Родилась она в Киеве, и там жила до восьми лет, а потом переехала в Пинск. А любимая сказка была? И была, и есть. Какая? А вот на этот вопрос я вам отвечу попозже. Вы загадочные, как Джаконда. А кто вам рассказывал сказки? Мама, конечно. Она штопала и латала наши жалкие обноски и рассказывала чудесные сказки. Наидиш? Ну, конечно. Мы только наидиш тогда и говорили. Жалкие обноски. Звучит мне очень радостно. Радостных воспоминаний о детстве у меня нет. Помню только мучительную нужду, в которой мы жили. Беспросветную бедность, голод и холод, и страх. Чего же вы боялись? Злых ведьм? Злых людей. Я ясно помню, мне четыре года. Я стою на пороге нашей убогой квартирки и держу за руку соседскую девочку, тоже еврейку. И наши ручки дрожат от страха. Наши отцы стараются заколотить досками входную дверь. Взрослые молятся. Мама плачет. И над всем этим ужасом звучит страшное слово «погром». Я не вполне понимаю, что оно означает, но знаю, что сейчас сюда придут ужасные злые люди, и они всех нас убьют. Погрома тогда не произошло, но у меня на всю жизнь осталось чувство гнева на моего папу. Такого большого, сильного. И чтобы защитить нас, он может только молиться и заколачивать дверь, а мы все должны покорно сидеть и ждать прихода бандитов. Много раз в жизни мне потом пришлось испытать те же ощущения. Страх, чувство, что всё рушится, и что на помощь не придёт никто, и что я не такая, как другие, и могу рассчитывать только на себя. И также инстинктивная уверенность тоже на всю жизнь. Если хочешь выжить, рассчитывай только на себя. Ты должна быть сильной и уметь защищать себя. На кого из родителей вы больше похожи? На мою прабабку по материнской линии. Это была интересная женщина. Она обожала командовать, и о её упрямстве слагались легенды. Я ношу её имя, её звали Голда. Все говорят, что я на неё очень похожа. Она до конца своей жизни пила солёный чай, и меня это страшно поразило. Когда её спрашивали, почему она кладёт соль в чай, она говорила, я хочу навсегда сохранить соль изгнания и галута. Когда мой отец пришёл просить руки моей матери, мой дедушка только горестно вздохнул. Он никак не мог смириться с тем, что его дочь выйдет замуж за бедного плотника. Бабка Голда ударила кулаком по столу и сказала, главное, чтобы был человек. Тогда сегодня он плотник, а завтра может стать коммерсантом. Бабка Голда постановила, и мой дед дал благословение. И моя мать вышла замуж за моего отца. А потом ваша семья переехала в Пинск. Пинск, который, я помню, был полон евреев. Это был один из самых прославленных центров русско-еврейской жизни. И в какое-то время евреи даже составляли там большинство. Сейчас нет восточноевропейских местечек, погибших в огне пожарищ Холокоста. Память о них сохраняется лишь в еврейской литературе. Это местечко, возрождённое в романах и фильмах, добродушное, весёлое, очаровательное местечко, на чьих крышах скрипачи вечно играют сентиментальную музыку, не имеет ничего общего с тем, что помню я. С нищими, несчастными маленькими общинами, где евреи еле-еле перебивались, поддерживая себя надеждами на то, что когда-нибудь станет лучше, и веруя, что в их нищете есть какой-то смысл. Именно оттуда пошло моё убеждение, что мужчины, женщины, дети, кто бы они ни были и где бы они ни жили, а в частности и в особенности евреи, должны жить производительно и свободно, а не униженно. Я нередко рассказывала своим детям, а потом и внукам о жизни в местечке, какой я её смутно помню. И нет для меня большего счастья, чем сознавать, что для них это только урок истории. Очень важный урок, ибо речь идёт об очень важной части их наследия, но ни с чем там они не могут себя отождествить, ибо с самого начала их жизнь была совершенно иной. Да, и именно в Пинске случилось то, что отделило резкой чертой моё детство от юности и взросления. Что же это было такое? Я увлеклась сионизмом. Подождите, перед тем, как перейти к рассказу о вашей юности и взрослении, давайте задержимся в детстве. Расскажите про свою любимую сказку. Ну так и быть, расскажу. Только я не помню, кто её написал. Помню, что называлась она «Голубой шарфик», и переведена была на идиш с французского. Жила-была девочка, и была она очень несчастна. Всё у неё было плохо, ничего не получалось так, как ей бы хотелось. Во всём преследовали её неудачи. «Невезучая» — так прозвали её соседи, и старались держаться от неё подальше, как бы её невезучесть, не дай бог, не передалась им. И вот однажды во сне пришла к ней колдунья. «Помоги мне», — взмолилась девочка. «Всё у меня плохо, и я несчастна, ни в чём нет мне удачи. В чём я виновата?» Колдунья посмотрела в свой стеклянный шар и сказала, «Я не могу помочь тебе. Ты ни в чём не виновата, это всё твоя судьба такая злая». «Смирись», — но девочка сказала, «А я хочу найти свою судьбу и спросить её, почему же она такая злая? Скажи, как мне найти мою судьбу?» Колдунья покачала головой. «Чтобы найти судьбу, надо преодолеть тысячу препятствий, продираться через непроходимые чащи, пройти через страшные болота, кишащие змеями, сражаться с чудовищами и взбираться на крутые скалы над пропастью. Ты не сможешь этого сделать, да и твоя судьба не захочет говорить с тобой». Но девочка сказала, «Я смогу, я найду мою судьбу». Колдунья внимательно посмотрела на девочку и сняла с шеи красивый нежно-голубой шарфик. «Возьми вот это», — сказала она, «Может, этот шарфик поможет тебе». И исчезла. А наутро, когда девочка проснулась, на кровати ее лежал нежно-голубой шарфик. Девочка повязала его на шею и пустилась в путь. Она прошла через все страшные испытания, о которых говорила колдунья, и, наконец, на верхушке скалы отыскала жалкую лачугу, а в ней свою судьбу, и ужаснулась. Судьба ее была нищей, голодной заморашкой. Она была одета в лохмотье и дрожала от холода. Она увидела девочку и закричала злым, хриплым голосом, «Убирайся! Я не хочу говорить с тобой!» Девочка заплакала и ушла. Она вернулась домой с разбитым сердцем. И опять во сне к ней пришла колдунья. «Ты была права», — сказала ей девочка. «Я должна смириться. Моя судьба такая злая. Она даже не захотела говорить со мной. Твой шарфик не помог». Колдунья сказала, «А может, если бы ты подарила его судьбе, она бы подобрела». Наутро девочка отправилась в лавку и купила красивые ленты, платья, туфельки, духи, румяна и пирожные. И, нагруженная свертками, опять пустилась в путь. Опять она прошла через те же самые страшные испытания и, наконец, пришла в лачугу, где сидела ее судьба. «Убирайся!» — закричала судьба и затопала ногами. Но девочка не слушала. Она умыла судьбу, причесала ее, надела на нее красивое платье и башмачки, вплела ей в косы ленты, надушила ее, накормила пирожными и повязала ей на шею свой голубой шарфик. А потом подала ей зеркало и сказала, «Посмотри, как ты красива!» И судьба посмотрела в зеркало и вдруг улыбнулась, и стало видно, что она очень добрая. А потом она протянула к девочке руки, и они обнялись. И с той поры все неудачи девочки закончились, и она была счастлива. Замечательно! Итак, вернемся к сионизму. Так в мою жизнь вошел сионизм. Я загорелась идеей, что евреи должны вернуться в страну своих предков и построить эту страну так, чтобы она стала центром мирового еврейства. Итак, вы жили в Милуоке и там окончили школу. Да, мы переехали в Милуоке вслед за моим отцом, который уехал в Америку в поисках работы и лучшей жизни. Он нашел эту работу, прислал нам деньги на билеты, и мы, моя мама, я и две моих сестры переехали в Милуоке, в маленький еврейский квартал. Там я окончила школу, и там я со страстью окунулась в общественную жизнь. Я собирала деньги, устраивала пикники, благотворительные базары, агитировала евреев уезжать в Палестину. В это время случилось то, что окончательно сформировало мое решение перебраться жить в Палестину. Нам стало известно, что в Украине и Польше прокатилась страшная волна еврейских погромов. Но в Украине в основном эти погромы были созданы бандами Семена Петлюры. И тогда, когда мы узнали об этом, я точно поняла, мое место там, в Палестине. И все, что я должна и хочу сделать для моего народа, это не заниматься демонстрациями и сбором средств, живя в Америке, а это самой поехать в свою страну и заниматься тем, что на благо этой стране. В это время я встречалась с молодым человеком по имени Морис Мейерсон. Он стал моим женихом, и я сказала ему о том, что собираюсь переехать в Палестину, ибо только там могу быть счастлива. Морис согласился поехать со мной. Мы сели на пароход, я, мой муж, моя сестра и моя лучшая подруга, и все вместе отправились в Палестину. Там, на этом корабле, была группа евреев, которые переехали из Литвы. Они ехали из маленького местечка и смотрели на нас, эмигрантов из Америки, как на избалованных борчуков. Мне было неприятно это, тем более, что мы жили в маленькой тесной каюте, а они были так называемые палубные пассажиры и спали вместе с маленькими детьми на палубе. К тому же нам полагалось раз в день горячая пища, а им не полагалось ничего, и они все ели сухой хлеб, который вывезли с собой из Литвы. И тогда я предложила им, чтобы мы по очереди все вместе спали на палубе, а детям предоставили каюты, и чтобы мы разделили с ними нашу горячую пищу, которая нам полагалась один раз в день. Они сперва отнеслись к этому с предубеждением, как ко всему, что исходило от меня, избалованной американки. Но мне удалось их переубедить, и тогда их неприязнь рухнула, и лед был сломан. Наше путешествие проходило очень тяжело, но в конце концов мы достигли берегов Палестины. В Тель-Авиве я стала преподавать английский язык детям, а мой муж Морис тоже нашел работу. Но я твердо знала, зачем я пересекла океан и зачем приехала в Палестину. Я поставила Морису условия переезда в Кибуц. За неимением выбора Морис нехотя согласился. Мы отправились в Кибуц Мерхавия, и три прожитые там года стали счастьем для меня и невыносимым мучением для Мориса. В Мерхавии я вернулась к активной общественной жизни. Талант убеждать и владение английским сделали меня востребованным специалистом по сопровождению иностранных гостей, как правило, потенциальных спонсоров хозяйства или британских чиновников. Я также стала активисткой женского совета рабочих, участвовала в конференциях и активно участвовала в улучшении жизни кибуца. Умение схватывать всё на лету и огромная моя трудоспособность помогли быстрому росту партийной карьеры. Через три года пребывания в Кибуце Морис потребовал, чтобы мы вернулись в Тель-Авив или вообще вернулись в Америку. Я пыталась сохранить наш брак, и мы переехали в Иерусалим. Я нашла работу в офисе одной маленькой строительной компании, и у меня родилось двое детей, сын Минахим и дочь Сара. Эти годы стали для меня самыми тяжёлыми в жизни. Я разрывалась между низкооплачиваемой работой, нищенским существованием, воспитанием детей и тоской по общественной деятельности. В это время мой брак распался. Мы с Морисом разошлись, но остались очень близкими друзьями на всю жизнь. В 1927 году я обратила на себя внимание нескольких лидеров социалистического сионизма Давида Бен-Гуриона, Берла Кацнальсона, Давида Ремеза и Залмана Шазара. Давид Ремез, один из лидеров рабочего профсоюза в Гестадруте, и Ахдуд Хаавода устроил меня на одну из ведущих должностей в руководстве рабочего совета. И это назначение навсегда изменило мою жизнь. Я активно участвовала в заграничных конференциях и в начале 30-х годов была избрана представителем профсоюза в Америке. На этом посту я добилась успехов и вернулась в 1934 году в Тель-Авив, а там включилась в работу исполнительного комитета профсоюза, игравшего значительную роль в жизни страны. В 1936 году комиссия Пиля англичане внесли рекомендацию по разделу страны. Они предложили разделить Палестину на два государства еврейское в 2000 квадратных миль и арабское вся остальная территория. Некоторые члены правительства склонялись к тому, чтобы принять это предложение, но я резко запретила принимать предложение комиссии Пиля. Когда меня спросили о причине моей неуступчивости, я сказала, когда-нибудь мои внуки спросят меня, по какому праву я добровольно отдала большую часть палестинской территории, и я не буду знать, что на это ответить. Судя по вашему рассказу, мы подошли к моменту, когда в Германии пришел к власти фашизм. Расскажите, как вы боролись с фашизмом, будучи в Израиле? В то время у меня была только одна беда, только одна боль. Если бы у нас было хотя бы крошечное, маленькое, самостоятельное государство, сотни тысяч евреев, а может быть и больше, можно было бы спасти от нацистских крематориев и газовых камер. Несмотря на то, что вопрос об эмиграции очень быстро превращался в вопрос жизни и смерти евреев Европы, мы, казалось, были единственным народом в мире, понимавшим это. И кто стал бы нас слушать? Что мы были такое? Какие-то несколько сотен тысяч евреев, далеко не хозяев собственной судьбы и собственной страны, засунутые в дальний уголок Ближнего Востока, который даже полностью не входил в Британскую империю? Мы не имели элементарного права сказать европейским евреям, находившимся под угрозой, идите к нам сейчас, пока еще не поздно. Ключ от ворот в Палестину? В так называемый еврейский национальный дом держали британцы, и ясно было, что они вот-вот эти ворота запрут, независимо от того, что уже тогда происходило. Но если для европейских евреев недостижимо Палестина, как же обстоит дело с другими странами? Летом 1938 года меня послали на международную конференцию о судьбе европейских беженцев, созванную Франклином Рузвельтом на французском курорте. Я присутствовала там в странном качестве еврейского наблюдателя из Палестины и даже сидела не с делегатами, а в зале, хотя беженцы, о которых шла речь, принадлежали к моему народу, к моей семье и не были для меня нежелательной цифрой, которую нужно, если это вообще возможно, втиснуть в рамки квоты. Страшно это было сидеть в роскошном зале и слушать, как делегаты 32 стран поочередно объясняют, что они хотели бы принять значительное число беженцев, но, к несчастью, не могут этого сделать. Человек, не переживший этого, не может понять, что я испытывала тогда. Всю эту смесь горя, ярости, разочарования и ужаса. Мне хотелось встать и крикнуть им, вы что, не понимаете, что эти цифры это живые люди, которые, если вы не впустите их, обречены сидеть до смерти в концлагерях или скитаться по миру, как прокаженные. И это при том, что я не знала тогда, что этих беженцев, которых никто не хотел, ожидали не концлагеря, а страшная смерть. Если бы я это знала, то не смогла бы тогда молча сидеть, соблюдая дисциплину и вежливость. На вопрос, быть или не быть, каждая нация должна ответить по-своему, и евреи больше не могут и не должны зависеть от кого быта ни было, чтобы им разрешено было оставаться в живых. Немало всего произошло с миром, Израилем и со мной лично после всего этого, и многое из того, что произошло, ужасно, но, по крайней мере, я добилась одного. Слов еврейские беженцы не слышно больше нигде, потому что теперь существует еврейское государство, готовое и способное принять каждого еврея, каждого, кто пожелает там жить. Только одно хочу я видеть, прежде чем умру, сказала я тогда прессе, чтобы мой народ больше не нуждался в выражениях сочувствия от других народов. Что мы требовали от англичан и в чем они нам так упорно отказывали? Даже мне ответ на это сегодня представляется невероятным. С 1939 по 1945 год мы хотели и требовали только одного принять в страну всех евреев, которых еще можно было спасти. Вот и все. В сущности ведь только тогда, когда британское правительство вопреки всем резонам и всякой гуманности решило встать железной стеной между нами и всякой возможностью для нас спасать евреев из рук нацистов, мы поняли окончательно, что политическая независимость уже не отдаленная цель. И даже после окончания войны, когда весь мир узнал о катастрофе и о злодеяниях фашистов, англичане не изменили свою политику. В Палестине в это время было очень неспокойно. Корабли один за другим доставляли к ее берегам новых и новых беженцев, а британцы тут же запрещали этим иммигрантам сходить с кораблей и становиться гражданами Палестины. Как корабли с еврейскими беженцами, уцелевшими в Холокосте, были задержаны в Италии. Корабли готовы были сняться с якоря и плыть в Палестину, но под давлением англичан итальянские власти запретили кораблям выйти в море, и тогда беженцы отказались выходить с корабля и объявили голодовку в знак протеста. Они заявили также, что если англичане против них применят силу, они убьют друг друга и потопят корабли. Представьте себе людей, доведенных до отчаяния, прошедших через ужасы немецких концлагерей, выживших в этом ужасе, и все-таки вынужденных сопротивляться и защищать свою жизнь, им было отказано даже в том, чтобы приехать на землю их предков. А сама мысль об этих несчастных, истощенных людях, стиснутых как сельди в бочке, которые лишают себя той скудной еды, которой мы могли их снабдить, была для меня невыносима. Если уж мы не можем сами привезти в страну эти корабли, то мы можем показать иммигрантам и всему миру, как глубоко мы оскорблены. Я отправилась сначала в рабочее правление, а потом в еврейский национальный совет и предложила, чтобы мы тоже объявили голодовку в поддержку беженцев Италии. Мы поставили два условия, чтобы каждая крупная группа страны прислала в правительство своих представителей, где должна была происходить голодовка, не более одного делегата и что всего в ней примет участие 15 человек совершенно здоровых. Я как раз в это время оправилась от довольно тяжелой болезни, и мой доктор запретил мне голодать, но я уговорила его. Так, сказала я, выбирай одно из двух, или я буду сидеть вместе со всеми в правительстве и голодать, или я буду сидеть дома одна и все равно голодать. Ты ведь не можешь думать, что я не приму в этом участие? Он был недоволен, но все-таки уступил и выдал мне драгоценное медицинское удостоверение, разрешающее принять участие в голодовке. Мы поставили в кабинетах правительства кровати, пили чай без сахара, когда нас иссушала жажда, и не ели ничего в течение почти пяти дней. На исходе третьего дня нас посетил британский чиновник. «Миссис Мерсон», сказал он мне, «Вы же не думаете, что правительство Его Величества Короля Англии изменит свою политику только из-за того, что вы не будете есть?» «Нет», сказала я, «таких иллюзий у меня нет. Если гибель шести миллионов недостаточный для вас аргумент, я не надеюсь на уступки со стороны вашего правительства, но, по крайней мере, у нас будет сознание того, что мы были едины духом с людьми, которые сейчас томятся на кораблях и, по вашей милости, лишены еды и надежд на будущее». Тем не менее, голодовка эта произвела впечатление и мы достигли желаемого результата. 8 мая корабли под эскортом британских кораблей отплыли в Палестину. Это была наша победа. К концу Второй мировой войны я уже вошла в десятку самых влиятельных лидеров страны, работала в комиссии сформированной в 1946 году Англии и США с целью согласовать политику в отношении подмандатной Палестины. Когда же в июне 1946 года во время так называемой «Черной субботы» британцы арестовали ведущих еврейских лидеров, в том числе и Маше Шарета, я возглавила политический отдел еврейского агентства, по сути, Министерство иностранных дел. Накануне создания государства я отправилась в Америку собирать средства среди американских евреев. За несколько недель мне удалось получить невероятную сумму 50 миллионов долларов. Именно на эти деньги было куплено оружие в Чехословакии, которое сыграло важную роль в первой половине войны за независимость. Позднее Бен-Гурион сказал, когда-нибудь в исторических хрониках будет записано, как одна еврейская женщина сумела собрать средства, позволившие защитить целую страну. В нашей послевоенной борьбе за установление независимого еврейского государства я присоединилась к группе Бен-Гуриона. Когда в критический момент лидеры группы были арестованы и заключены в тюрьму, я была назначена номинальной главой правительства. Как раз в это время в Палестину направлялся корабль «Эксодус», перевозивший на борту 4700 евреев из Северной Европы, в том числе 400 беременных женщин. Политические махинации англичан и арабов привели к международному инциденту, когда британские эсминцы блокировали судно на пути к Палестине. Я приняла в судьбе корабля личное участие и вступила на его борт, бросив вызов британским вооруженным силам и заявив во всеуслышание «Вы все можете присоединиться к нам». После инцидента с Эксодус секретарь британского военного совета Альберт Спенсер сказал «Голда самая одаренная женщина, которую я встречал». Подобно мистеру Черчиллю, она находит простое решение любой самой сложной проблемы. И вот в 1947 году это свершилось. Генеральная ассамблея ООН наконец проголосовала за раздел Палестины и независимость Израиля. После чего министр обороны США Джеймс Форестол сказал «45 миллионов арабов собираются сбросить 250 тысяч евреев прямо в океан». Тогда евреи стали вынуждены бороться за свою жизнь в прямом смысле этого слова. Я направилась в Иерусалим, где борьба приобрела жесточайший характер. Я удостоилась чести подписать Декларацию независимости еврейского государства. Государство Израиль. Глаза мои наполнились слезами, руки дрожали. Мы добились. Мы сделали еврейское государство реальностью. И я Голда Мейерсон дожила до этого дня. Что бы ни случилось, какую бы цену ни пришлось за это заплатить, мы воссоздали еврейскую родину. Долгое изгнание кончилось. Сразу после провозглашения независимости Израиля я стала представителем еврейского государства в Москве. В январе 1949 года меня избрали в первый Кнессет. Я оставалась депутатом еврейского парламента четверть века, вплоть до своего ухода на пенсию. В первом правительстве Израиля я стала министром труда и строительства. Мне предстояло обеспечить жильем и работой сотни тысяч репатриантов. Эти люди лишились практически всего имущества, бежав из мусульманских стран. Они вливались в молодую небогатую страну, которая восстанавливалась после долгой изнурительной войны. Семь лет на посту министра труда и строительства я назвала самыми счастливыми в своей жизни. Я неутомимо продвигала такие важные для государства проекты, как строительство новых я сумела провести ряд законодательных актов, отражающих мои идеалы. Закон о рабочем времени и отдыхе, закон о труде молодежи и закон о труде женщин. Важнейшим я считаю закон о государственном страховании, социальном обеспечении, который можно было бы назвать законом Голды. Добиваясь его принятия, я противостояла влиятельному министру финансов. Тот утверждал, что бедная страна не в состоянии финансировать эту программу, но я не уступила. Я сумела убедить Бен-Гуриона и закон был принят. К концу моей министерской каденции тысячи тысяч репатриантов переехали из транзитных лагерей в новое жилье. На посту министра труда за короткое время я реализовала две мощные программы жилищное строительство 30 тысяч домов и прокладку дорог, которые израильтяне называли золотыми. По моему имени Голда переводится как золотая. И между прочим, я сама в это время обитала в небольшой комнатке на чердаке. И я считала это нормальным. Летом 1956 года я получаю новое назначение министр иностранных дел. Именно тогда Бен-Гурион приказал мне, представителю страны за рубежом взять ивритское имя. И Голда Мейерсон стала Голда Мейер. Интересы своей страны я всегда отстаивала настолько жестко, что ко мне приклеилось прозвище «неуступчивое». Я согласна с этим прозвищем. Я склонна к компромиссам только в вопросах, не касающихся государственных интересов моего народа. 17 марта 1969 года я была единодушно избрана четвертым премьер-министром Израиля. В своей официальной речи я сказала «наша судьба не может и не будет определяться никем другим, кроме нас самих». Мир и спокойствие моей любимой страны были всегда моей главной целью как главы государства. Именно поэтому я и в 70 лет работала долгими часами так, как никогда ранее и много ездила по миру. Своим критикам, которые говорили, что мне стоило бы больше заботиться об имидже Израиля, я отвечала «если у нас есть выбор между тем, чтобы погибнуть, вызвав всеобщее сочувствие или выжить с плохим имиджем, то лучше уж мы останемся живы, имея плохой имидж». Условный мир продлился недолго. Рядом всегда была грозящая опасность, но прекращение огня давало обманчивое чувство безопасности для части кабинета министров. Но я всегда интуитивно чувствовала, что война близка и поделилась своими сомнениями с членами кабинета. Йом-Кипур, судный день, это торжественный еврейский религиозный праздник. Большая часть министров отсутствовала на работе во время судного дня 1973 года, но женская интуиция мне подсказала, что-то не в порядке. Поступали тревожные сообщения с арабских территорий. Советники и члены кабинета уверяли, не беспокойся, войны не будет, но предчувствия подсказывали мне другое. Я созвала срочное заседание в полдень 5 октября, за день и в присутствии всего нескольких членов кабинета заявила «У меня ужасное предчувствие относительно всего, что происходит. Я думаю, это все что-нибудь да значит». Начальник канцелярии, министр обороны, шеф разведки и министр торговли в один голос ответили «Не существует никаких проблем». Позже я вспомнила, я должна была прислушаться к голосу своего сердца и объявить мобилизацию. Я уже тогда зали мне другое. Я созвала срочное заседание в полдень 5 октября, за день Дуэм Кипура и в присутствии всего нескольких членов кабинета заявила «У меня ужасное предчувствие относительно всего, что происходит. Я думаю, это все что-нибудь да значит». Начальник канцелярии, министр обороны, шеф разведки и министр торговли в один голос ответили «Не существует никаких проблем». Позже я вспомнила я должна была прислушаться к голосу своего сердца и объявить мобилизацию. Я уже тогда знала, что должна была так поступить и мне предстоит прожить с этим ужасным знанием всю оставшуюся жизнь. Я оказалась права. Война судного дня унесла 2500 еврейских жизней, многие из которых могли бы быть спасены, если бы кабинет министров поверил мне. Я всегда говорила, что сила важна как для государства, так и для человека. Если бы я не была сильной, то нация, вероятно, не выжила бы, и без своей внутренней силы я не смогла бы работать с такой энергией. На пятый день войны, когда оказалось близок полный наш разгром, я среди ночи позвонила госсекретарю США Генри Киссинджеру. Его помощник ответил «Сейчас полночь, подождите до утра». Я сказала «Меня не заботит, который теперь час. Нам нужна помощь сегодня, потому что завтра может быть слишком поздно. Я полечу в Америку инкогнито, чтобы встретиться с президентом Никсоном. Я хочу вылететь как можно быстрее». Киссинджер капитулировал и пригласил меня в Вашингтон. Сила и уверенность мои сделали свое дело, и американский воздушный мост заработал как раз вовремя, чтобы спасти и битву, и нацию, и страну. Известный факт, что Вы были назначены полномочным чрезвычайным послом Израиля в Советский Союз в 1948 году. Расскажите что-нибудь. Об этом я могу говорить очень много, но самое сильное мое воспоминание, я сейчас Вам об этом расскажу. В первую же субботу после вручения верительных грамот в Москве я пешком как и положено еврейки отправилась в маленькую московскую синагогу. Там я увидела запустение всего несколько очень старых евреев, которые молились и делали вид, что они меня не замечают. Я прослушала службу, потом немножко поговорила с раввином и пешком отправилась домой. И вдруг какой-то человек обогнал меня, задел меня плечом, и я так поняла, что это было не случайно. Он шел впереди меня, и вдруг, когда мы с ним вступили в полоску темноты, остановился, повернулся ко мне и тихо сказал мне на идиш, да благословит вас Бог, голда, и так же тихо скрылся. Приближался Рашишана еврейский Новый год, и я знала, что в синагогу по еврейским праздникам приходит гораздо больше народу, чем просто по субботам, и я решила, что на новогоднюю службу я обязательно пойду в синагогу, и все посольство моей страны пойдет со мной в полном составе. Перед праздником, однако, в правде появилась большая статья Ильи Оренбурга, известного советского журналиста, который сам был евреем. «Если бы не Сталин», набожно писал Оренбург, «то никакого еврейского государства не было бы и в помине». Но, объяснял он, «во избежание недоразумений государство Израиль не имеет никакого отношения к евреям Советского Союза, где нет еврейского вопроса и где в еврейском государстве нужды не ощущается». Государство Израиль необходимо для евреев капиталистических стран, где процветает антисемитизм. И вообще не существует такого понятия «еврейский народ». Это смешно, так же, как если бы кто-нибудь заявил, что люди с рыжими волосами или с определенной формой носа должны считаться одним народом. Эту статью прочла не только я, но и все евреи Москвы. И так же, как я, поскольку они привыкли читать между строк, они поняли, что их предупреждают «От нас надо держаться подальше». Тысячи евреев Москвы сознательно и отважно решили дать свой ответ на это мрачное предостережение. И этот ответ, который я видела своими глазами, поразил и потряс меня в то время и вдохновляет меня и теперь. В тот день, как мы и собирались, мы отправились в синагогу. Все мы, мужчины, женщины, дети посольства, оделись в лучшие платья, как полагается евреям на праздники. Но улица перед синагогой была неузнаваема, она была забита народом. Тут были люди всех поколений, и офицеры Красной Армии, и солдаты, и подростки, и младенца на руках у матерей. Обычно по праздникам в синагогу приходило примерно сто-двести человек, тут нас ожидала пятидесятитысячная толпа. В первую минуту я не могла понять, что происходит, и даже кто они такие, но потом я поняла. Они пришли, добрые, мужественные люди, пришли, чтобы быть с нами, пришли продемонстрировать свое чувство принадлежности и отпраздновать создание государства Израиль. Через несколько секунд они обступили меня, чуть не раздавили, чуть не подняли на руки, снова и снова называя меня по имени. Наконец они расступились, чтобы я могла войти в синагогу, но и там продолжалась демонстрация. То и дело кто-нибудь на галерее подходил ко мне, молча касался моей руки, трогал или даже целовал мое платье. Без парадов, без речей и без слов евреи Москвы выразили свое глубокое стремление, свою потребность участвовать в чуде создания еврейского государства, и я была для них символом этого государства. «Нет такого понятия еврейский народ», написал Эренбург, «евреям Советского Союза нет дела до государства Израиль». Тридцать лет эти люди были разлучены с нами, теперь мы снова были вместе, и глядя на них, я понимала, что никакие самые страшные угрозы не помешают им, объяснить нам по-своему, что для них значит Израиль. Служба закончилась, и я поднялась, чтобы уйти, но двигаться мне было трудно. Такой океан любви обрушился на меня, что мне стало трудно дышать, думаю, что я была на грани обморока. А толпа все волновалась вокруг меня, и люди протягивали руки и шептали «Наша голда!» и «Шалом! шалом!» и плакали. Я не могла бы дойти пешком до гостиницы, так что, несмотря на запрет евреям ездить по субботам, кто-то втолкнул меня в такси. Но такси тоже не могло сдвинуться с места. Его поглотила толпа ликующих, смеющихся, плачущих евреев. Мне хотелось хоть что-нибудь сказать этим людям, чтобы они простили мне мое нежелание ехать в Москву, недооценку силы наших связей. Но я только и сумела, что пробормотать не своим голосом, потому что горло у меня сжималось спазмом. Я пробормотала одну фразу на идиш. «Спасибо вам, что вы остались евреями». И я услышала, как эту жалкую, неподходящую к случаю фразу передают и повторяют в толпе словно чудесное пророчество. Наконец, еще через несколько минут они дали нашей машине уехать. В гостинице все наше посольство собралось в моей комнате. Мы были потрясены до глубины души. Никто не сказал ни слова. Мы просто сидели и молчали. Я поняла одно. Советскому Союзу не удалось сломить дух своих евреев. Тут Россия со всем своим могуществом потерпела поражение. Евреи остались евреями». Ну вот и все избылось как в вашей любимой сказке. Маленькая девочка из Киева бесстрашно повязала на шею голубой шарфик и изменила судьбу с большой буквы, превратив ее из злобной заморашки в прекрасную принцессу. Но вот одно различие. Она изменила судьбу не только свою, но целого народа и целой страны. Да, но только шарфик у нее был не голубой. А какой? Бело-голубой. На семи ветрах, на семи холмах я нашел себя, но потерял тебя. Только одна цель Эрц Исраэль, только один гимн Иерусалим. Йом Велайла, Йом Велайла, еврей судьбою каждый день играет. Йом Велайла, Йом Велайла, всех нас зовет к себе Ярушалим. Кровь и слезы год за годом Ярушалим, ты был всегда с народом. Горело небо, сжигали рэбэ, но помнит мир синай и гнев НТП. Горело небо, сжигали рэбэ, нобом нитмир синай и гнев энтепэ. Горело Иерусалим Горело НТП. Горело Иерусалим Нам светила сквозь обиды шестиконечная звезда Давида Канадматену Канго Ралену Бехан Бейтену Бей Ярушалим И нету края, где нас не знают Все хорошо, друзья, наш дом Израэль. Ярох Бейтену Бейтену